Ребята, всем огромный привет. Мы приехали в Кривой Рог. Доехали нормально. Сейчас приехали к папиной родственнице. Сюда на Карнавад какой-то поселок такой, я так понял, не возле, наверное, в самом Кривой Рогу. Сейчас немножко покажу тут огород. Ну, очень сильно жарко. И воздух, очень тяжелый воздух. Если сравнивать с Кривой Рогом, то здесь очень тяжелый воздух. Ну, мы любим это живот. Сейчас я вам покажу немножко огородик. Так, мы сейчас перекусим и будем ехать там на кладбище. Потом папа к брату хочет заехать. Сами вместе с нами поедем. Сначала спрашивали, он хочет отдыхнуть, но он поедет вместе с нами. Я сейчас вам огород покажу. Ты тут видел кошечку? Ой, какая красивая! Убежала. Видели такая кошечка? Видели? А где она убежала? Ого, все, нет. Спрятали. Вот так, видите, люди живут. Такие маленькие домики, сарайчики. Туалет. Такой на улице. А, нет, это не туалет, он закрыт. Наверное, когда-то был туалет. А тут, наверное, раньше кролики были. А уже, ой, ой, уже немало кролики. Это какая-то капуста растет. Это кабачки. Ой, я дай мне неделю сниму на одну кабачку. Сережа, что вы так мало понасаживали? Сколько земли пустуешь? Это уже все повыгорало. Это уже повыбрало. Это хозяин будет. А, я... А, жарко. А, жарко. А собака есть? Жарко помидоры, Вьяноч. Кстати, сам вен кошечку я нашел. Иди, стойте, покажу. Она после операции. Она прячется. Вон она, внизу. Он лежит. Кот у вас, да? Под будочкой стоит. Вот, она прячется. Котошанечка, иди вы сметанки покушаете. Он у нас такой же... А давно операции? Не после операции. У него автоматиз. И воспалить не надо. Вы сказали, бланду вырезали? Нет, надо вырезать. А, надо. Мы ему уколи. Сказали, пока уколи. Мы ему зараз антибиотики говорим. Бабулі надо все б якось показать. Это надо скинуть на Андрюшу, на папу. Да, она не смотрит. Вот тут были дрова. Мы все повбирали. Чистенько, да. Вот тут огурцы. О, как хорошо. Уже я поконсервировала. Огурцов уже нема. Вот тут помидоры закинчены. Ну вот жалко жара такая. Они пропадают. Вянут на сонце помидоры. Нет, я так успела огурцы законсервировать. Вот тут морква была трешечка. Уже зібрали. Там он перец. Вы бачите, уже его нема. Да, уже нету почти. Вот тут чесник був. Уже его нема. Мы зібрали. Вот там его в кінці горох був. Я люблю замороженный горох. Вот сладкий. Так что все было засажено. Мы удобрения берем у сусідки и скапаем. А вот у Калина там растет, да? У Калина. У беля крана. Надо бабуле Калину видеть. Котик окажет на завтра. Летняя кухня маленькая. Это столик. Сейчас будем садиться. Покушаем. Будем ехать на кладбище. У вас цветочки растут. А вот тут вода, видите, наверное, качает воду. Да, должна вода идти она идёт. Холодная вода. И потом льется туда. И сливается туда слив. Да, и там такой слив. Она сливается. Калина растет. Ой, виноград даже есть. Роза. А ну попробуем виноградик. Ещё зелёный, наверное. Ммм. Ммм. Какой вкусный. Ммм. Сейчас одного винограда наемся. Это ворота. А вон туалет я нашёл. Бабочка летает. Ребята, мы пришли на могилу про бабушки моей. Пихошерсть Федора Константиновны. 1905 года. Ого. Она сама отсюда была, да, бабушка? Нет, бабушка с Николаем. Николаевская область, Новобульский район, село Новонтин. И памятник тоже такой ещё когда-то был, да? Ну. Дед ставлю. Дед. Я её красой замучилась. Я живу. Я живу. Бабушка родилась в один день вместе со мной. Только она 1905 года. Я 1968 года. Оля, всё повырёзала. Всё. Всё повырёзала, Виталька. В июне месяце. Ну. Вишняк я... А вы кто по городскопу стреляли? Ну конечно. Это ноябрь. Ясно. А как это водолей? 10 февраля. А, 10. Вот так вот мы вырвали. Теперь надо... Мы уже могилку убрали. Теперь вот тут его надо заснять. Теперь мамке уже засними, как я буду отложить. Вот так мамке портрет ей и засними, как я... Это виноград там. Маленькие помидорки, конфетки. Это у вас такой обычай, да? Что надо носить на меня? Ну, домашние. Они любят то, что выросло в дворе. Это главное внимание, как оно... Они... Они... Какое вино, какого... Да. В основном, есть так говорят, что типа, как человек при жизни, что он там любил? Да. Кто с сигареткой едет? Да. Кто сгибает сигарету, бутылку водки, он отрягнет на кладку. Да. Да. Даже на прямом внимание. Ну, помним, помним, да. И это... Даже говорят, там, вот на покойника нельзя. Есть таких, что... Вот он любил часы, одевает на покойника часы, когда приезжает на шаху. Может, тут? А ну, смотри. Здесь нету. Здесь нету. Там хлеба где нет? Мальчик? Да. Нету. Значит, не взяли, а? Взяла, взяла. Котичок. Я хорошо... О, что? Соль, она любила. Водички. Большая. Она будет не признана. Только вино, да? Я наливаю. Еще надо... А хлеб, соль сюда в стаканчик? Да. Вода налить, а потом... На стакан наложим хлеб. Ага. А сюда водички надо налить, да? Все водички наливаю. Ну, на проводки мы ложим те, что мы ж тут емут. Ну, приносим ежу. За столиком стоим. То я ложу все. Ну, что мы кушаем, то мы ей ложим. Помидоры, огурцы, колбасу, сир, котлеты. Все ложится. Все ложится. Я говорю, так его спалят. Ну, я так посмотрел, думаю, боже мой, тебе в хату это там... Не, 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 не болит. Он говорит, так спалят. А он просил, когда он умрет, чтобы его спалили. А вот так надо, да? Нам храс сделать? Я еще налью. Говорит, как я умру, говорит, спалите и прах бы все умею. Это так с выкрухом она навчила. Сейчас я еще налью. Ну, а Лосин говорит, я уже понимаю, что там спалят это... Жалко, какие-то куски. На размер был уже ноги. Уже больной был. Самальчик, будешь винцо домашнее? Да не, я не могу. Давай. Давай, самальчик. Десять грамм чутно. Ну чего, ну домашний ж своей. Это хороший. Не, не, спасибо. Я бутылку взяла. Последний раз. Андрюша, будешь домашний винцо тут? Помянем? Ну давай, давай, давай. Давайте надо помянуть человека, да. У них ход такой был. Ты прикинь, твой дед так лежал, ход так лег ему вновь. Коля, я конечно все понимаю, но это уже слишком. Ты себе крестки купила деревья? А помнишь, когда мы шерки купили? А, точно, я забыл. Кристина вместе с нами ехала в Кровой Рог, а потом обратно тоже будет вместе с нами. Ты увидела маму все. Что ты глаза не открываешь? Да потому что прямо... Ну так что ты хотела? Все ж надо для того, чтобы хорошее качество было. Чтобы все было качественным. Ну Дима, Дима приехал. Когда будет добре пани, когда будет. Да. Дима приехал тоже на вокзал. Всем привет. Ну ну жди. Еще раз, дубль два. Всем привет. Дима приехал на вокзал. Дима, как твои дела? Замечательно. Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Да. Как твоя ласточка поживает? Нормально? Ласточка шепчет. Все хорошо. Ласточка шепчет. Не подводит меня. Везет меня везде. На рыбалочку, из рыбалочки. Канал твой как? Канал мой называется Дима Дима. Ты снимаешь? Нормально все. Я редко. Бывает вихожу. Подпишись. Ты кто? Ставьте лайки Коле. О, Дима молодец. Ставьте лайки Коле. Смотрите рекламу. Не пропускайте. Вот ты сомневала рекламу. Коле смотрите. Тебе, Дима, надо канал рекламировать. Ставьте лайки. Ладно же не убудит, что рекламу просмотришь. Что ты в Днепр не приезжаешь? Ты говоришь, ты в Днепр був. Да когда я буду? Давно был там. Привези нам арбузи в Днепр. Хорошо. Целу фуру привези. А почему арбузи в Кроме? По 5 гривен. А почему берут тут? Ну вообще, на полях берут там. за копейки. 80 копеек. Килограмм, да? А потом привозят по 5 грамм. Ну конечно, да. Побьются. Я же как перевозчик, я сам их не покупаю. Мне, ну люди, которые занимаются, надо им заплатить за арбуз и мне. Ну а мне что надо? Топливо купить. Кристина Лиза, кадр, ты что ты хотела сказать? Нет. Скажи. Нет, ну что ты хотела сказать? Привет передаю моим любимим зрителям. Ларисе Ларисино. Тані Ёшке, Тані Конфетка. Тебе булочки нема, предательницы? Нет, не булочки нету. Перебулочка больше. Конечно пусть приходит, булочка подписывайся. Приезжай до Димы в Кривой Риг. Приезжайте все ко мне в Кривой Риг. На рыбалку поедем. Есть колымский бутерброд между булок колбаса. А что, прикольно. Колымский бутерброд между булок колбаса.